Первых чемпионов России в революционном классе становится Виталий Петров. Он еще появится в нашем фильме, правда, в иной ипостаси. Спустя четыре сезона после дебюта, состязания на «Ладо Революшн» прекратились. Одни считают, что из-за сырости машин, другие называют организационные причины, третьи – финансовые. Как бы там ни было, российский прототип – это уже история. Хотя и с продолжением. Сейчас на автовазе создается спорткар «Революшн-3». Двухместное купе класса «Гран-Туризмо» планируется выкатить на ходовые испытания в 2011 году. Попыткой запустить «Ладу» на орбиту международного автоспорта стал проект «Приора WTCC». Эти четыре буквы обозначают мировой чемпионат по кольцевым автогонкам среди серийных моделей. На экране фрагмент итальянского этапа 2009 года. «Приоры», они красного цвета, едут вполне уверенно. С этим не желают мириться более именитые соперники. Самую быструю из стройки наших машин убирают с трека силовым приемом. Тем не менее, одна из «Приор» российской команды приходит к финишу шестой. Неплохо для новичков чемпионата мира. Что будет дальше с кольцевыми «Приорами» пока неизвестно. В сезоне 2010 года они не выезжали на треки WTCC. А вот спортивные «Калины» чувствуют себя достаточно уверенно. У малолитражки с объемом двигателя 1400 кубиков проявился заводной характер. Простейшие версии «Калины Спорт», они соответствуют международной группе «Н», не слишком отличаются от обычных домашних хеджбеков. Но и на асфальте, и на грунтах, и на ледяной каше они демонстрируют внятную управляемость, быстрый ход и, главное, завидную надежность. Есть «Калины» и посерьезнее. Например, вот эта, подготовленная для жесткой борьбы на трассах ралли-кросса. Видите, даже всю внешнюю светотехнику с машины убрали. Она все равно не будет видна под толстым слоем грязи. Спортивные «Лады» давно обосновались там, где кончается асфальт. Прежде всего это относилось к полноприводным «Нивам». Кадры начала 80-х годов. В марафоне «Париж-Дакар» экипаж французской команды устремился к победе на советском внедорожнике. Схожие по конструкции машины защищали цвета российского флага в заключительном десятилетии 20-го века. А это, пожалуй, самая экзотическая «Лада». «Самара Т-3» имела 300-сильный двигатель и трансмиссию от «Порше». Каркас кузова и подвеска колес были рассчитаны на экстремальную эксплуатацию. Экипаж тольяттинского гонщика Александра Никоненко в 1995 году завоевал на этой машине серебро марафона «Париж-Москва-Пекин». Коли речь зашла о ралли-рейдах, пришло время рассказать про «КамАЗ». Международная премьера трудяги, переодетого в спортивную форму стайра, состоялась в 1988 году. И сразу сенсация. Полноприводная трехоска «КамАЗ-43-10» завоевала второе место на проведенном в Польше ралли «Ельч». Уже через три года команда «КамАЗ-Мастер» становится серебряным призером супермарафона «Париж-Дакар». А в 1996-м впервые поднимается на высшую ступень пьедестала трансконтинентальной гонкой. На сегодняшний день команде из набережных Челнов принадлежат восемь высших дакаровских наград, три золота Кубка мира и целая коллекция призов различных международных ралли-рейдов. Успех команды напрямую зависит от профессиональной работы механиков. Экипаж машины технического сопровождения – спортсмены ласково называют ее хозяйкой – должен заранее прибыть на промежуточный финиш и быть готовым к ремонту любой сложности. Кстати, в огромном фургоне, кроме запчастей и инструментов, есть еще спальные места, мини-столовая и вполне приличный санузел. Бархан африканских пустынь, каменные плато Южной Америки, – бескрайние азиатские степи, а скорость повыше, чем на автобанах. Конструкторы и спортсмены из набережных Челнов за два десятилетия создали целое семейство специальных скоростных внедорожников, которые прошли обязательную амалогацию, то есть подтвердили соответствие требованиям Международной Автомобильной Федерации. Для этого необходимо выпустить не менее полусотни одинаковых машин. Так что супервездеходы для супергонок – серийная продукция КамАЗа, только специфическая. Летом 2010 года состоялась эффектная презентация новой машины заслуженного мастера спорта Владимира Чагина. Ее стоимость – 680 тысяч евро. Примерно столько стоит 15 обычных КамАЗов. Приглашенным на презентацию журналистам выпала честь прокатиться с шестикратным победителем Дакара по лесной дороге на скорости 130 километров в час. Сколько же страху натерпелись пассажиры за эту короткую поездку. Кстати, воздействия на тело были более щадящими, чем на психику. Пролетев по воздуху несколько метров, грузовик приземлялся удивительно мягко и плавно. Правда, энергопоглощающая подвеска хорошо парирует лишь вертикальные перегрузки. Так что последствия боковой болтанки еще долго напоминали о себе дискомфортом в ребрах и шейных позвонках. Автомобиль для ралли-рейдов. КамАЗ 4326 ВК. Год постройки – 2010. Мощность двигателя – 900 л.с. Снаряженная масса – 8500 килограммов. Максимальная скорость – 180 километров в час. В сентябре 2010 года состоялся марафон «Шелковый путь». Его маршрут связал Петербург и Сочи. Естественно, в обход магистрали. Победителем ралли-рейда стал экипаж молодого гонщика Эдуарда Николаева. Серебро взял Владимир Чагин. Бронзу – Фердауз Кабиров. Так что к 110-летию российского автоспорта наши гонщики подготовили отличный подарок. Наш рассказ приближается к финишу. Место – гоночная трасса вокруг Московского Кремля. Время – июль 2010 года. Участник показательных заездов болидов «Формулы-1» Виталий Петров. Первый российский гонщик, добившийся исключительной привилегии участвовать в королевском виде автоспорта. Фотосессии, автографы, интервью. Но, пожалуй, самым важным событием тех дней стала дружеская встреча Виталия с мальчишками-картингистами. Теми, кто готовится продолжить историю отечественного автоспорта. Теми, кто делает самые первые и робкие шаги в погоне за скоростью. И очень хочется верить, что эти шаги вскоре станут профессиональными, решительными, быстрыми. Ветер за кабиной уносится, с пылью слева поворот Осторожней, шофер, как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, Резкий поворот и косо-гор. Чтобы не пришлось, любимый, плакать Крепче за баранку держи, шофер.